Парламент 20-го созыва завершил свой мандат. И хотя депутаты не исключают, что им придется собираться, и даже не раз уже можно подводить итоги их работы. Председатель парламента весь на позитиве. Если положить на чашу весов успехи и неудачи, то успехов было больше, сказал господин Канду. Ему парировала Зинаида Гречан, заявив, что доверие населения к парламентскому большинству и в целом к парламенту 20-го созыва – самое низкое за всю историю парламентаризма в Молдове. Так каким же он был, этот состав высшего законодательного органа? Какими решениями и поступками войдет в историю? Что удалось и что не удалось сделать депутатам? Какие отношения выстроились между парламентом и президентом, властью и оппозицией? Об этом говорим сегодня. Вы смотрите «Полюс». Здравствуйте! Добрый вечер! Как оцените состав и работу этого парламента? Вот ваше общее впечатление. Владимир Иванович? По составу, я думаю, тут много говорилось на протяжении всего периода времени. Конечно, начали с одним составом, закончили с другим составом. Я имею в виду даже не столько физические лица, потому что определенные изменения были в физических лицах, о депутатах. А я имею в виду в основной составляющей, которая, собственно, определяет суть парламента, то есть политическая составляющая. Мы уже недократно говорили об этом, и, к сожалению, так оно и есть. Так оно и есть. То, что называется, ну, кто-то называет политическим туризмом, кто-то называет политической коррупцией, значит, есть и другие определения, не менее негативные. Они сыграли свою отрицательную роль, отрицательную для оценки этого парламента. И в конечном итоге, та структура, за которую голосовало население в 2014 году, и тот состав, который был определен, совершенно другой мы видим сегодня. Те, которые были в меньшинстве, значит, ну, партия демократов, ну, в относительном меньшинстве, больше, чем либералы, значит, сегодня в абсолютном большинстве. И понятно, что этот прирост произошел за счет других фракций. Очень печально, что это произошло за счет, прежде всего, партии коммунистов, хотя, в принципе, это многие ожидали. Ну, и в дальнейшем уже шла, так сказать, планомерная работа по дроблению других фракций различного рода способами, методами. И в результате имеем то, что сегодня имеем. Значит, создалось вот такими вот путями, способами и методами правящее большинство. Большинство, которое фактически и приняло те самые законы, которые большинство населения, абсолютное большинство населения, такова наша оценка, значит, определяет как абсолютно негативные. И поэтому доверие к парламенту, как к структуре государственной власти, законодательному органу, очень низко. Это показывают, в том числе и последние опросы. И фактически, хотя правящее большинство говорит о том, что они работали во благо народа, во благо решения задач и проблем, которые стоят перед населением, фактически жить стало хуже. И об этом опять же говорят опросы. Это не мы говорим, это говорят опросы. Дмитрий Игоревич говорит, что зато веселее. Ну, кому-то, наверное, веселее, но в абсолютном большинстве не веселее. Во-первых, я не понимаю, почему печально, так печально, что за счет фракции коммунистов. Нет, я с улыбкой сказал, без печали. Нет, вы сказали с печалью, даже с печалью в глазах, мне показалось. Ну, когда в последний путь, провожают всегда печаль. С печалью в глазах, что фракция демократическая обросла депутатами из партии коммунистов. Я с печалью по отношению к партии коммунистов. Не, ну не надо меня комментировать, я вас не комментировал. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а за счет какой фракции образовалась партия социалистов? Случайно не из партии коммунистов все товарищи туристы пришли? Отвечая на вопрос. Не надо отвечать. Не, ну как, если вы задали вопрос? Я не знаю, но вопрос. Я продолжаю разглушлять. Ну, хорошо, я вам на него отвечу. За счет партии коммунистов. И вы начали эту текучку кадров, так сказать, от партии коммунистов. Но я не имею ничего против. Это процесс творческий. А вы вспомните, как Дмитрий Георгиевич ушел от уритяна. Это было раньше. Я это и хотел сказать в реплике. Потом, смотрите, ну так печально, так печально. Господин Дадон, который первый как бы отозвался плохо об этом парламенте, он же вышел из этого парламента в большую политику господина Дадона Лалансат. Нынешний парламент. Вот. И нынешний парламент, нынешний парламент явилась площадкой для утверждения, или для самоутверждения, если хотите, фракции социалистов. Поэтому не такой уж плохой парламент. Парламент нынешний, вот Людмила, отвечая на ваш вопрос, он и не хуже, и не лучше, чем все предыдущие парламенты. Вот. Я работал и в тех, и в других парламентах. Изменилось время, изменилась обстановка, изменилась конъюнктура вокруг республики Молдова, изменилась оппозиция. Вот сегодня одна партия как бы у власти, ну и еще ППМ в правящей коалиции, а четыре партии в оппозиции. И самое главное, как бы, оппозиционная сила партии социалистов, которая пытается сейчас готовиться во всеоружии к выборам. Это ничего плохого нету, в этом состоит, так сказать, демократическая игра. Но говорить всерьез, что это самый плохой парламент, что это ужас и так далее, ну давайте, это несерьезно просто. Несерьезно, потому что этот парламент был рабочим. То, что фракция демократическая с 19 мандатами пришла. И в 2016 году мы взяли на себя ответственность за управление страной. И мы пригласили, мы разгласили лозунг, кто хочет с нами идти по этому пути. Кто не хочет развала парламента, кто не хочет досрочных выборов. Нашли с депутата, и слева, и справа. Вы представьте себе на минуточку, что вот 14 коммунистов, да, которые пришли к нам, до этого они что делали? Они были такой шумной оппозицией. И эти, и с либеральной демократической, и с либеральной. Были шумной, шумной оппозицией. И с этой, и с этой. Придя в демократическую партию, мы образовали большинство. Большинство устойчивое. Большинство, которое не скандалит. Большинство, которое утвердило правительство, которое с 2016 года по нынешний год работает. И не производит шума. Оппозиция, конечно, не будет аплодировать, не будет, так сказать, восхищаться. Оппозиция ищет какие-то кленчи для того, чтобы самоутвердиться. Для того, чтобы продемонстрировать нашим избирателям, что они лучшие правящие партии. Ну, вот это конкурентная партия. Я поняла, я поняла. Главный ответ, если позволите, не лучше, не хуже. Так считается. Я поняла. Право на реплику будет? Реплика. Да, конечно, я с улыбкой отнесся к тому суждению, что вот откуда произошла фракция социалистов, это произошло из фракции партии коммунистов. Ну, конечно же, это не так. Потому что эта фракция была создана за счет голосов людей. Люди создали эту фракцию через голосование. Потому что они увидели, что, к сожалению, происходит с руководством партии коммунистов. И поэтому потихонечку, а сегодня уже явно и уже все понятно, абсолютно доверие потеряно к партии коммунистов. И поэтому, естественно, в следующем парламенте, я уверен, абсолютное большинство тех, которые ранее поддерживали партию коммунистов, будут голосовать партию социалистов. Хорошо, Владимир Владимирович, но вы, господин Дудон, господин Дудон, я же вас не прервал. Дмитрий Георгиевич. Дмитрий Георгиевич, партия коммунистов, как ушли эти 14. Дмитрий Георгиевич, давайте по очереди. Дмитрий Георгиевич, я вам предоставлю слово. Но не путайте, не путайте. В этом-то и смысл. Я говорил о политическом туризме, о политической коррупции, а мы ведь никому не ушли. Мы вышли по идейным соображениям. Именно по соображениям того, что были не согласны с тем, что делает руководство и конкретно руководитель партии коммунистов. И никому разница большая. Большая. Одно дело, когда вышли и перешли к кому-то совершенно противоположным. А другое дело, когда вышли и сохранили свое место. Вот у этих 14-х, как раз у него качественные изменения и идеологические уточнения. Какие там качественные? Кроме количества, которое повлияло на изменения, больше ничего. А я знаю, в чем отличается позиция коммунистов от социалистов. Коммунисты голосовали за состав правительства. Коммунисты голосовали за многие. Мы к этому говорим. А социалисты работают за состав правительства. Они были, знаете, когда был кризис, и их только голоса спасали ситуацию. Потому что тогда не хватало. И тогда говорили, что вот мы вот они... Дмитрий Гавич решил вытащить из Нафталина Тимофтья. Ладно, давайте так. Мы говорим, или мы продолжим, будем говорить, а, Дмитрий Георгиевич... Я просто боюсь, чтобы это в пинг-понг не превратилось. Ну, смотрите, потому что, походу, я думаю, что все те точки, которые известны, в чем хорош этот парламент, люди на себе все почувствовали. Абсолютно. Вот Дмитрий Георгиевич говорит, парламент не лучше, не хуже. Но я знаю, чем войдет в историю этот период, и вы сейчас со мной даже согласитесь. Это тем, что именно при этом парламенте была обнародована страшная вещь. Узнали люди о краже миллиарда. Потом в парламенте было проголосовано освобождение депутатского иммунитета господина Филата, одного из обменяемых. В общем, вот эти вещи, они... Вот основные, которые произошли в стране. Так вот, вопрос мой состоит в чем? Сделал ли все этот парламент для обнаружения виновных в этой краже и для возвращения денег? Ну, конечно, это не дело парламента обнаруживать, но святая обязанность парламента, это держать на контроле эту ситуацию и заслушивать периодически тех, кто этим занимается, для того, чтобы понимать. И с одной стороны, с другой стороны, их и стимулировать к тому, и подталкивать, чтобы они этим занимались. Специальные комиссии были созданы? К сожалению, вот кроме того, о чем вы сказали, что, значит, в начале, кстати, по инициативе Игоря Николаевича Дадона, значит, это все было озвучено и была создана эта комиссия специальная. После этого, многочисленные, каждый год и не один раз в году обращение нашей фракции, партии социалистов, предложение заслушать, а что же конкретно сделано для того, чтобы виновные были привлечены к ответственности. Что самое главное, а что сделано для того, чтобы миллиард был возвращен. К сожалению, парламент в виде большинства закрыл уши, закрыл глаза и не хотел в это дело вдаваться и заслушивать. Но, с другой стороны, когда стоял вопрос о том, а что же делать с этой суммой похищенного, очень быстро приняли решение. Сумму похищенных денег перевели в государственный долг и положили на плечи людей. Почему на плечи людей? Потому что возмещать этот государственный внутренний долг необходимо из бюджета. То есть это голосовал парламент. Так точно. Именно поэтому мы говорим о том, что возложили на плечи людей, потому что множество вопросов социально-экономического характера, которые надо было бы решать для людей, не решалось. Допустим, на 2019 год предусмотрено 830 миллионов лей из бюджета перечислить для погашения только процентов. Не самой этой суммы, а процентов. То же самое, как было в этом году 720, значит, 20-й год 840 и так далее, и так далее. Все в возрастающем. То есть деньги похищенные, никто и не думал, и не думает искать и возвращать. Такой вывод. А парламент молчит. Дмитрий Георгиевич, разъясняйте нам с миллиардом ситуацию. Я понимаю, что вы хозяева, а я гость здесь. Поэтому дайте мне иногда тоже сказать. Мне один тут говорит, что я хозяин стадиона, а вы сейчас говорите, что я хозяин вещества здесь. Конечно. Избави Бога. Давайте я вду хозяек этого эфира. Дмитрий Георгиевич, пожалуйста. Конечно, это не дело парламента. И, конечно, парламент несколько раз возвращался к этой теме. Мне иногда кажется, что если бы не было этого миллиарда, то нашей родной оппозиции и нечего было говорить. Вот. Они каждый раз цепляются и вот все повторяют. Вот. Парламент несколько раз заслушивал и Нацбанк, и агентство коррупции. Другое дело, что и прокуратура, и антикоррупция, и суды должны делать свое дело. У нас же, как бы так сказать, есть законодательная, есть исполнительная, есть судебная власть. Вот судебная власть, они должны выполнить свою миссию. И парламент должен периодически возвращаться и, я согласен, и давать оценку даже. Так почему тогда вот этих людей не вызывают, как говорит Владимир Иванович? Но, Людмила, но Молдавия не является пионером в этих вопросах. Такого рода случаи в России их множество. В Румынии тоже было, в прибалтийских странах тоже было. В каких случаях? Уточните. И, к большому сожалению, такого рода истории, они не развязываются за одну неделю и даже за один год. Уточните, что вы имеете в виду, Дмитрий Игоревич, что вы имеете в виду, уточните, пожалуйста, что такого рода случаи. Случаи, что вы имеете в виду сейчас? Проблемы с банками. В России, по-моему, что 20 банков закрыли. В таких размерах? Там размеры в десятки раз больше. Я скажу вам, как специалист. Но это не оправдывает. Это не оправдывает. Я не специалист, и я не хочу так долго рассуждать на эту тему, но в любом случае, судя по заявлениям, и представители гувернатора Нацбанка, и представители антикоррупции, и прокурора генерального и так далее. Прокурора мы не видели уже три года. У нас заведено много дел, у нас частично деньги уже начали возвращаться. Дела заведены. И я думаю, что эта тема для следующего парламента будет одной из очень важных, и парламент должен заниматься контролем деятельности соответствующих структур по возвращению денег. Я так же заинтересован, как Владимир Иванович. Никакого отношения не имею. Есть такое выражение, не прошло и полгода. Но в данном случае прошло 4 года. И ничего не сделано реального. Вы знаете, какая вы говорите, что уже возвращено. Вы знаете, какая часть суммы от украденного возвращена в виде реализованного имущества ликвидированных банков и части от продажи некоторого имущества осужденных лиц? 3% от всей суммы похищенного. Я должен верить оппозиции? Я вам называю цифры, которые привел уже нынешний гувернатор, а тогдашний министр финансов, неделю назад, когда я ему этот вопрос задал. Он назвал эту цифру, это не моя цифра. Я помню ей цифры и представители Нацбанка. Ну посчитайте, 450 миллионов, а 13,5 миллиардов. Я в любом случае не собираюсь никого сейчас защищать. Вы говорите, да, я понимаю, не специалист в этом смысле. Я специалист в том плане, что знаю, как расследуются подобного рода в том числе дела. Но говоря о том, что подобные случаи произошли в других странах, извините, там воровали и пропадали частные банки. А здесь государство покрыло эту кражу, которая делалась в этих банках, в том числе банка и для экономии. Фактически деньги были выведены из государственного резерва. Вот в чем особенность и действительно неповторяемость, к сожалению, неповторимость такого случая в Молдове, отличие от других стран. И государственные структуры должны способствовать тому, чтобы эти деньги вернулись в Нацбанк. Как лозунг, правильно? Конечно. Но реально ничего не делается. Поэтому мы и требовали. Ну, я знаю, что по этому поводу жестко высказались европейцы. То есть вы знаете, что они как раз ругали власть за то, что вот за все эти годы, в последнем отчете Европарламента об этом говорилось, о том, что они спросили конкретно, какие люди сидят в тюрьме, почему затягивается это дело, почему это. И они были крайне недовольны. Мы сами недовольны. Мы сами недовольны и сами жестко возмущаемся. Так что вот так. Очень жестко. Хорошо. Дальше вопрос по поводу этого парламента. Что еще его отличало? Ну, давайте так. Я скажу, что шли вот в этот парламент все правящие составы, правящие коалиции под лозунгом евроинтеграции. Вот мы помним, да, как это было. Мы даже помним, как до, вплоть до ближайших, я не знаю, ну, последние, наверное, месяца два. У нас все было подчинено этому. То есть все правящие коалиции назывались, что это были альянсы за евроинтеграцию. Все министерства работали, все законы принимались. Заканчивает жизнь этот парламент тем, что проваленная инициатива о внесении евроинтеграции в конституцию, а правящая партия заявляет о том, что у них теперь новая доктрина про Молдова. Как себя должны чувствовать избиратели в этой ситуации? Спокойно. А должны порадоваться, да? Сказать, ну, хорошо. И вы спокойно, избиратели спокойно, потому что это логически и это правильно. Вот, никто не отменял евроинтеграцию, никто от евроинтеграции не убегает. Мы просто говорим, что все интеграционные процессы должны иметь в виду проблемы Молдовы. Проблемы каждого жителя Молдовы. И если раньше у нас говорил один, что надо, так сказать, в таможенный союз, другие говорят, надо объединиться с Румынией, мы говорим, что процесс модернизации республики Молдова должен начинаться с тех задач, которые строят перед этой землей. Вот, и решать проблемы республики Молдова, проблемы граждан Молдовы. Вот тогда и евроинтеграция будет приносить каждому какие-то конкретные, так сказать, понятные... Я поняла вас, я поняла вас. Но видите ли, в чем дело, Владимир Иванович, прошу вас, ваш комментарий здесь. Все было бы, возможно, вот так, как говорит Дмитрий Георгиевич, если бы не одно, но денег-то уже не дают европейцы, да, и они уже официально заморозили финансирование, именно потому что Молдова не справляется. И они говорят, за что конкретно, вот как с этим быть? То есть власть говорит, а и не надо, а извините, все-таки закладываем эти вещи бюджетом. Ну, вы знаете, европейцы давненько уже стали намекать на то, что от того, что вывесили флаги Евросоюза, от того, что вы все время говорите евроинтеграции, евроинтеграция, значит, планы под евроинтеграцию и так далее. От этого евроинтеграции не произойдет, если вы не будете заниматься делом. Так они говорили правящему большинству. Неважно, это было два года, три года тому назад, потому что вот это политическое сожительство, те, кто находился в этом большинстве, то одни с другим, то третьи с первыми, то первые, вторые, третьи вместе и так далее. Поэтому тут ничего удивительного в этом нет. И, кстати говоря, именно европейцы, одна из причин, почему прекратили финансирование, они четко сказали, в связи с отсутствием, в том числе, прогрессов видимых и ощутимых в расследовании этой банковской кражи. Поэтому это оценки, которые даны были именно извне. Теперь, что касается самого понятия евроинтеграции, понимаете, вот когда возникла эта идея и инициатива о том, чтобы включить конституцию, мы, кстати, сразу сказали, что нельзя идеологию включать в конституцию. А они в ответ сказали, что это не идеология. Да. В конечном-то итоге довели этот вопрос до голосования. Мы говорили, но постойте, если это действительно насущный вопрос всего населения, давайте вынесем на референдум. Провалили голосование. Кстати, именно об этом господин Канду сказал, что это один из самых главных права. Большой права у нас этого парламента. И объявили, а мы проведем референдум в день парламентских выборов по этой теме. Сказали и забыли. Да. Потом, потом вдруг... Вы меня спрашиваете? Потом вдруг... Я хочу ответить. Судя по тем вопросам, да, Дмитрий Георгиевич. Потом вдруг появилась другая тема для референдума, которую, оказывается, давным-давно озвучил господин Дадон. И которая давным-давно прошла уже через мнение людей. И люди высказались. Да, люди за то, чтобы уменьшить количество депутатов в парламенте. Нет для того, чтобы... А вот почему, я чуть попозже скажу, ссылаясь, опять же, не только на свое мнение, а на мнение Конституционного суда, который четко обозначил это. Значит, вдруг решили провести референдум в этот день, срочно изменив электоральный кодекс, срочно, потихонечку, под прикрытием одного очень большого, там, 40-х чем-то статей, под 50 статей в этом законе, значит, изменения были связаны с людьми, значит, нарушениями. Ну, то есть, те, кого мы раньше назывались инвалидами, сейчас персональный кудизабилитец. И вот под прикрытием этого большого закона внесли небольшое изменение в электоральный кодекс, которым вдруг решили, что, ну, можно проводить и в день парламентских выборов референдумов. Но тему вынесли не ту, о которой так долго говорили. Как хорошо быть в оппозиции? Как хорошо быть в оппозиции? Это вы по личному опыту знаете. Можно готовить все, что угодно. Можно говорить все, что угодно. Ни за что не отвечаешь. Вы как-то с тоской об этом сказали, Дмитрий Георгиевич. Нет у меня никаких проблем с этим. С ностальгией. Да. И что я хочу сказать. Первое, мы затронули вопрос по финансированию. Финансирование и наши отношения с Евросоюзом не такие уж, как вы их рисуете. Да почему же я? Сам господин Канду сказал, что они ухудшились. Во-первых, я не знаю, что он говорил. Вы следите, что все говорят, а я не следил. Вы не следите за председателем парламентом, Дмитрий Георгиевич? Не слежу за председателем парламентом. Так. Вы знаете, вот Еврокомиссия и правительство Молдовы. Вот между Еврокомиссией и правительством Молдовы почти что нет проблем. Все, что делает правительство, и Еврокомиссия призналась несколько раз, вот, и что у Республики Молдова, что у правительства Молдовы есть прогресс. Вы цитируете Европарламент. Ну, Европарламент политическая организация. Мы сотрудничаем с социалистами в Европарламенте. Социалисты в Европарламенте в оппозиции. У власти в Европарламенте партия, европейская партия. Европейская партия имеет корреспондента в Молдове. Кого? Оппозицию. Поэтому, ну, ничего удивительного, что возникает вот эти трения. С другой стороны, по финансированию. Конечно, есть несколько проектов, они привязаны к политическим обязательствам Республики Молдова. Но есть проекты, которые приостановлены в связи с предстоящими выборами. Они говорят, так, ребята, у вас 24 февраля выборы. У вас есть там одна партия, которая грозится прийти к выборам и развернуть Республику Молдову на 180 градусов. Поэтому нам важно знать, куда двинется Республика Молдова. И вот мы пытаемся их убедить, что Республика Молдова будет продвигаться по этому же пути, по европейскому пути. Они вам не верят. Они верят, но они ждут выбора. Потому что вы тоже шумите во все колхола, что мы победим. Вот опаска у европейских структур появилась и в связи с этим делом. Вот поэтому, если мы хотим социалисты, коммунисты, демократы, там, разные партии успеха в Республике Молдова, мы должны тоже успокоить евроструктуру и сказать, что мы обеспечим континуитет. Вот продолжительность политического курса. А дальше внутри политического курса мы можем спорить и о каких-то делах. Есть же партия социалистов в Венгрии. Есть же партия коммунистов в Чехии. Есть же партии левого толка есть. Почему мы по пути евроинтеграции Молдовы, модернизации Молдовы не можем? Одна партия больше выступает за сотрудничество с Россией, другая за сотрудничество с Украиной, с Румынией и так далее. Какие проблемы? Нам нужно определиться, потому что это одна из важных проблем Молдовы. Первая проблема, с моей точки зрения личной, разобщенность, что мы эту баррикаду подняли в 90-е годы и держим людей русскоязычных в одну сторону, и представителей унионистов или румынских адептов в Унире держим по другую сторону. И они друг друга подкармливают Италию. Почему мы не хотели на референдум идти с евроинтеграцией? Мы не хотели вам давать тему для предвыборной кампании. Да вы сами дали тему, когда первый раз вы пришли в Конституционный суд с просьбой по поводу, найдите нам основания, кроме тех, которые указаны в Конституции, для временного отстранения президента. Вы же прямо указали, ну не вы, а, кстати говоря, правительство в лице Филиппа. Прямо указали, мы не можем по пути пойти временного отстранения референдума, потому что президент пользуется абсолютной поддержкой населения. Поэтому дайте нам другой путь. Вот как вы сделали. А то, о чем вы сейчас говорили, вы просто еще раз подтвердили. Мы это не писали, мы это говорили, что мы не хотим углублять конфликт в Республике. Еще раз, вы просто еще раз подтвердили, когда вот сейчас вы это долго объясняли, еще раз подтвердили то известное выражение, что в конечном итоге вопрос не в мебели. Надо не мебель менять, а кадры. Кадры. Вот и в данном случае надо менять политическую... Вы вспомнили анекдоты, не хотите его до конца рассказывать. Не, ну я вам расскажу его потом, когда выйдем. Мы знаем, что надо менять, да? Да, 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 вот поэтому об этом и речь. Поэтому народ-то знает и понимает и видит, что надо менять ту самую так называемую политическую элиту. Менять срочно. Потому что за эти 9 лет, в конечном итоге, пришли к тому, к чему пришли. Элиту мы должны менять. Никто с этим не спорит. Если говорить... Но вы предлагаете менять политический курс, а это совсем другая история. Понимаете? Нет, он предлагает спросить народ. Нет, он предлагает спросить народ про курс. Мы сейчас говорим о том, что... Насколько я понимаю. Понятие политический курс сейчас можно все, что угодно внести. Кстати говоря, абсолютное большинство населения, около 80%, считает, что Молдова не тем путем идет. Вы знаете об этом, да? Знаете этот зандаж? Эти зандажи, которые были... Я знаю. Совершенно опросы. Совершенно не туда движется Молдова. Но дело сейчас даже не в этом. Дело в наипростейших вещах. А именно, нельзя обманывать народ. Просто нельзя обманывать народ. Так не обманывайте. Кстати говоря, вот этот референдум. Ну скажите, пожалуйста, в чем смысл этого референда, который вы предлагаете? Ведь всем понятно, люди хотят действительно, чтобы депутатов было меньше. Потому что это первый этап перехода к президентской республике. Кто вам сказал? Это теория государства и права говорит, не я говорю. Дальше. И слава богу, что вы это поняли и пошли по этому пути тоже. Но под эту цифру, под эту цифру, ведь надо же конкретно делать расчеты, специалисты, показать. А почему? Почему 71, не 61. Вы же сами собирали подпись. Вы же сами сказали, что господин Дом предлагал. Давайте спросим людей. Вы разрешите мне закончить. Давай, пожалуйста. Поэтому говорить сейчас, поставить перед вопросом, перед населением, не просто вы за то, чтобы уменьшить или нет, а конкретную цифру, это втянуть в ненужную абсолютно дискуссию. Тем более, что юридического эффекта и последствий этот референдум никакого не имеет. Это бесполезный референдум. Но Конституционный суд в 14-м году, в сентябре месяце, четко обозначил не только, что нельзя проводить и совмещать парламентский выбор и референдум республиканский. Они еще объяснили, почему. Потому что не говорят, что подобного рода, в кавычки взяли слово совмещение, однозначно создает риски и приводит к тому, что избиратель будет введен в заблуждение. Его запутают, поменяют разные, так сказать, темы. Тут тема выборов, оценки кандидатов, оценка конкурентов. А тут тема 61 или 71 депутат должен быть. Владимир Иванович, но вы же тоже предлагали провести референдум. Просто вы предлагали провести... Мы не предлагали в день выборов. Да, вы предлагали отдельный референдум. Но вы же отказались тогда? Но отдельный референдум по цене это те же самые выборы. Поэтому люди-то понимают... Цена сейчас в другом. Цена в другом, так сказать. Потому что если бы было уменьшение, то цена бы компенсировалась. Понимаете? Но вы же тогда, потому что это была идея не ваша, не захотели. Она была ваша, наша и еще правых. Все на эту тему, так сказать, спекулировали. Тогда зачем сейчас ее выносить? Поэтому давайте спросим, узнаем мнение людей. А что, мнение людей неизвестно? Ну, известно, но они не совсем... Ну, так и все. Зачем тогда путать людей и отвлекать их от темы основной? Темы парламентских выборов. Для людей это сегодня основная тема. Кого избрать? Все равно от этого референдума ничего не изменится. Но зато те, которые изберете, потом народ может с них требовать. А вот теперь сделайте следующий шаг. В новом парламенте у нас... Извините Конституцию. Потому что это требует изменения Конституции. И мы это собираемся сделать. Приходим к власти. Вносим проект закона конституционного. Потому что мнение народа известно. Надо уменьшить количество депутатов. И идем по пути изменения Конституции. И не только по количеству депутатов. А то, о чем я сказал. Это первый шаг в президентскую республику. Это если вы приходите к власти. А если мы приходим к власти, мы постараемся, чтобы успокоить страну. Объединить страну вокруг идеи. Но вы 9 лет ее успокаивали и довели до конца состояния. Но ничего. Потому что вы ее постоянно будоражите. Вот своими идеями. До конца вот... Понятно. Мы поняли, да. Кто виноват в этом во всем. Внешняя политика. Цитирую господина Канду. Да. Диалог парламента Республики Молдова и Конгресса США как никогда находится на высоком уровне. Дальше его высказывание. Молдова находится на первом месте в приоритетах Румынии. Вместе с ролью ЕС и НАТО для соседнего государства. Он не сказал о России, но в принципе говорил раньше. Вот вы согласны такой оценкой внешней политики? Видите, какие страны выделил, да еще и как выделил. Дмитрий Георгиевич. А что вы спрашиваете? Он не согласен, а я согласен. Но я не пришел сюда комментировать. Я не пришел сюда комментировать. Вы согласны по поводу диалога парламента Республики Молдова с Конгрессом США? Вы докажите, пожалуйста, сейчас, что этот диалог имеет... Мы этим делом всегда занимались. И социалисты ездили. Вот недавно два советника Дадона в Америку аж. Представляете? С ума с этим. И они ездили. И их посылал лично господин президент. И помнится мне, я ездил туда с господином Вороиновым вместе. Ничего не стеснялся, товарищ коммунист, шагать по госдепартаменту. Это был 2000 год, наверное, Дмитрий Георгиевич. Это 2000 год. Ну вот видите, я даже помню, когда вы ходили по тем самым коридорам. Америка страна важная для Европы, для всего мира. И, конечно, для Республики Молдова. Это не означает, что мы собираемся дружить только с Америкой. У Америки весь земной шар. А с кем еще собирались? Со всеми соседями. Республика Молдова маленькая страна. Можно спросить вас, резолюцию критическую в отношении какой страны принял этот парламент? Ну, при чем тут резолюция? Ну, при чем тут? Ну, мы же со всеми хотим дружить. Бывали разные этапы, разные этапы. Ну, мы понимаем, к чему вы клоните, но мы собираемся... Да, вы назовите эту страну, Владимир Иванович. Помогите, пожалуйста, вашему коллеге. С Россией, с Россией. Вы прекрасно все понимаете, он опытный политик. И знает, что иногда можно промолчать. Вы напоминайте мне вашего друга Юрия Рожка, который рвал себе рубашку, поджигал, помните, портреты, да? Вот. И он был страшно прорумынским политиком, так сказать. Вот. Так и сейчас у нас. Вот мы только пророссийские и так далее. А кто говорит, что мы только пророссийские? Это вредная привычка, понимаешь? Не надо быть пророссийским, проамериканским, прорумынским. А кто говорит, что мы пророссийским? Надо быть промолдавским. Вот кроме вас? Промолдавским, политикой, партией. Ну не надо только нас учить, какими быть. Это вы говорите, что мы пророссийские. А мы всегда говорили и говорим, и будем говорить. Вы не вылезайте. Вот вы сидели недавно с абхазским, так называемым парламентом, с североосетинским каким-то там еще. Еще что вы там обсуждали? Ну, бог с вами, ничего страшного. Мед Игоревич, вот так вот рукой махать на те вопросы, которые решаются в пользу населения, наверное, не надо. Потому что, ну когда, вот скажите мне, пожалуйста, нашему производителю, объясняю, нашему производителю важно, чтобы наши товары, которые мы производим, и исторически всегда направляли, и там рынок был на взбыто, чтобы они были освобождены от уплаты таможенной пошлины. Это важно или нет? Не президентура освобождает от таможенной пошлины. Решает вопросы это правительство. Не наше правительство решает, а российское. И российское, и наше. По инициативе нашего президента, который поехал туда и договорился с Путиным на эту тему, и Путин дал соответствующее поручение. Конечно. Один момент. Слава богу. Второй момент. По поводу наших мигрантов, которые находятся сегодня там, спрятались, потому что они превысили срок пребывания около 170 тысяч населения. Нарушили законы России. Нарушили, к сожалению, это миграционное законодательство. И они и выехать не могут бояться, потому что их засекут и не смогут потом вернуться на работу, чтобы как-то своих... И вы их пригласили, чтобы они проголосовали, говорят, мы договоримся. А мы, кстати говоря, что говорим, чтобы приезжать и голосовать за социалистов? Конечно. Что, конечно? Нет. Нет, Дмитрий Георгиевич. Но зато была достигнута договоренность, о чем говорили и раньше, и сейчас следующий шаг сделали, что именно эти люди с 1 января, не боясь, могут вернуться в страну и затем легализоваться после февраля месяца. Никто не против. Никто не против. И слава богу. И слава богу, что... Кто-то решал из вас эти вопросы. И мы решали. Ничего не решали. Мы решали в этом направлении. Вы решили вопрос о том, чтобы улучшить, как вы говорите, отношения с Конгрессом. Да вы мне извините, Бедри Георгиевич. А почему ты с Конгрессом? Бедри Георгиевич, что один Конгресс... Вы мне извините. Да я уверен, что кроме посла Соединенных Штатов в Молдове и еще несколько чиновников в Госдепартаменте, мало кто знает вообще, где Молдова находится. А вы говорите с таким пафосом улучшить взаимоотношения. Кому надо, те знают. Кому надо. Кому надо, те знают. Так самое главное, чтобы знали не только отдельные личности, кому надо, а чтобы это было надо народу Молдову и народу Соединенных Штатов. Вот когда получается действительно реальная дружба, сотрудничество в том числе. Мы не о том спорим. Потому что вы как бы ломаетесь в открытую дверь. Мы собираемся сотрудничать, мы собираемся, но у любого сотрудничества есть двухстороннее движение. Поэтому нам надо наладить вот это двухстороннее движение. И со стороны Москвы в сторону Кишнева, и со стороны Кишнева в сторону Москвы. Вот и все. Поломали отношения с европейцами, сейчас пытаетесь там наладить. Ничего, ничего. А мы открыли дверь, которую вы закрыли на рынок российский. И для людей, наших мигрантов. Вот в чем разница. Закрыли правящая партия, в которой вы были. Нет, Дмитрий Георгиевич, закрыли... Нет, так давайте мы вернемся сейчас еще к 98 году. Не, ну почему? Ну так об этом речь. Не, ну это же эпоха, которая началась в 2003-2004 году. Вот с тех пор мы поправляем, мы поправляем, так сказать. Хорошо, что вы бы сейчас поехали. Последние события, которые привели к тому, что были введены пошлины, это было несогласованное, непроконсультированное. А соглашение о свободной торговле с СНГ, это требовало, это требовало. Мы это проигнорировали. Кстати говоря, подписал это соглашение господин Филат. Мы это проигнорировали, Молдова имея в виду. И без договора, что подписали соглашение с Евроассоциацией. Россия дружит с Венгрией. В результате мы провалили всю экономику. А армяне в этом смысле гораздо более мудрее поступили. Но армяне находятся в другом положении. И в другой части... Да нет, они просто мудрее оказались. Они установили нормальные отношения с Еврозес. А потом подписали соглашение с Евроассоциацией. И получили и там выгоды, и здесь выгоды. Но зато защитили своего производителя. А мы подняли руки и сказали, берите нас. Демократы гордятся социальной направленностью законов, которые были приняты в этом парламенте. Особенно последний год. Господин спикер упомянул в своем спиче о повышении зарплат, пенсии, строительстве дорог, о реформах в медицине, инфраструктуре и социальное обеспечение. Только слепой. Ваши... Ну, гордятся, пусть скажут. Только слепой. Дмитрий Георгиевич... А то скажут, что вы то-то самое мазурпировали все. Нет, понимаете... Чем гордятся, интересно? Я же прошла. Правительство Филиппа... Ростом зарплат, пенсии... Правительство Филиппа начало действовать с января 2016 года. Ситуация очень непростой для республики Молдова. Вот в 2016 год мы потратили на то, чтобы успокоить ситуацию в Молдове, наладить какую-то стабильность, восстановить диалог с евроструктурами и так далее. В 2017 год мы потратили на то, чтобы выяснить самые главные направления для того, чтобы поощрять и запустить экономику. Вот. В начале этого года... Запустили? В начале этого года мы... Дмитрий Георгиевич, запустили экономику? Я отвечаю, я отвечаю. Ага. В начале этого года мы наблюдаем рост экономики по всем направлениям. К лету этого года у нас в бюджете плюс 7 миллиардов леев. И таможня, и налоговые, и сборы, и налоги вообще. И, конечно, эти деньги мы думали долго и каждую копейку взвешивали куда, что, как. И вот направили на строительство дорог. Вот оппозиция, что вы там? Вот. 1600 километров почти что. 1600 километров. Когда в Молдавии еще строили? А 1200? Перевыполнили план. Перевыполнили план. Перевыполнили? А на следующий год 2600 километров. Конечно, это не ощущается, потому что в этом селе 1 километр, в том селе 5 километров и так далее. Но у нас... Там 100 метров, здесь 150 метров. Ну, есть и 150, и 300 метров. Но несколько кусочков, там, где была грязь. Вот. Нам для того, чтобы запускать экономику, нужно строить дороги. Прежде всего. Вот. Потом посмотрели, ага, вот туда ушло 2 миллиарда почти 100 лей. Что делаем с остальными? И вот по всем направлениям зарплаты подняли. Всем категориям. Конечно, не так, как хотелось больше. Ну, мы сейчас услышим, да. Вот. И зарплаты, и пенсии. И, более того, договорились, что минимальная зарплата не будет меньше прожиточного минимума. Это важно, это важно. В следующем году и следующие 4 года, если мы будем работать нормально, если страна успокоится, если мы не будет оставок правительства и не будет любимых драк, как у нас, так сказать, кто-то там кому-то нравится, вот. То мы добьемся больших результатов. И у нас и дороги, и рабочие места, и отремонтированы. Смотрите, 900 детских садов. Когда еще это было в Республике Молдова отремонтировано? 900 детских садов. Спасибо. Владимир Иванович. Те, кто сегодня сейчас нас смотрит или кто увидит в повторе, если будет повтор, наверное, прослезятся. Но прослезятся не от того, что, ох, слава богу, наконец-то стало лучше. Не от счастья вы имеете в виду. А прослезятся от того, что они спросят, дайте нам адрес. Адрес конкретно, где это все. Почему мы этого не чувствуем на себе? Почему? Вот с 1 декабря зарплата пошла. С 1 декабря пошла зарплата. Митрий Игоревич. Да. Митрий Игоревич. Значит, давайте будем честны. Потому что вот 1 декабря какого года? 2018 года. У власти 9 лет. Кто? Вы в том числе. Вы в том числе. Партия демократов. А вы были 8 лет у власти. Что вы оставили? А объясняю. Первое повышение. Подождите, подождите. Не, не, не. Вот теперь вы подождите. Первое повышение пенсии. А вот теперь вы подождите. В этом году, в начале года, первое повышение пенсии. В период 2008 года, реальные инвестиции в экономику страны составляли более 700 миллионов долларов. Сейчас эти инвестиции еле достигают 200 миллионов долларов. В 2,5 раза, 2,5 раза, меньше сейчас вы привлекли инвестиций, чем в 2008 году. Это первое. Второе. Значит, говоря о росте экономики. Вы правильно сказали. Тарифы, налоги, таможня. А реальный рост экономики где? Нет его. Тот же самый реэкспорт, о котором так много говорят, ведь более 35% это реэкспорт. Поэтому не надо обманывать людей. А в результате этого реэкспорта сам бюджет ничего не имеет. Так называемый ВВП, ПИП. Да? Значит, в 2,5 раза прирост меньше сейчас, чем в 2008 году. Зато в 2,5 раза больше внутреннего долга, чем в 2008 году. И в 2,5 раза больше внешнего долга, чем было в 2008 году. Вот результат правления. И поэтому и получается так, что вдруг решили, хотя, как говорят европейцы, если бы все гранты, которые мы вам понаводавали, если бы были использованы с толком и правильно они воровались бы, полмолдовы было бы уже под асфальтом. Полмолдовы уже было бы под асфальтом. А вдруг сегодня, значит, где-то 50 метров, причем в 2 пальца, с гарантией в один год. Что это за дорога с гарантией на один год? Вы можете мне сказать? Я не знаю. Я не сторонник Сталина. Я не сторонник авторитарных деспотических режимов. Но я думаю, что в любой другой стране, где деспотичный режим, и жесткий режим, человек, который заявил, что я вам строю дорогу с гарантией на один год, он бы на следующий день как минимум отбывал бы уже срок. Но нельзя же так издеваться над людьми. Я был сегодня в Чемишли. Вот дорогу построили, она как была нормальна, так и есть нормальна. Через пару недель съездите, когда пройдут хорошие... Но я езжу, каждый день езжу. Я знаю, что вы сейчас будете уже каждый день туда ездить. Да не только туда и не туда. Но дело не в этом. Дело в другом. Я тоже езжу, и тоже по этой же причине езжу на юг. И вижу, как, допустим, ремонтировали дорогу на Новую Ларгу в Когульском районе. С обочины лопатой вырывали ямы, щебенку выбирали. Закладывали в дыры асфальта, который был построен еще в советское время. А сверху, как по видлам, значит, чуть-чуть слой этого самого асфальта. И закатывали в результате обочины в дырах. А здесь, после первых хороших морозов и перепады температур, все это дело поднимется. Или как уже люди показывали, собирали ковер асфальтный. Я думаю, что если были бы бетонные, вы все равно нашли бы какие-то изъяны, ходили бы гвоздиком царапали. Изъяны надо всегда находить, потому что в этом-то и смысл качества. Дороги строились для людей. Не надо даже искать изъяны. Надо спросить директоров школ, надо спросить детей, которые по колено в грязи ходили до сих пор. А сейчас в туфельках ходим в школу. Какие туфельки? Я вчера был в одном из детских садов. Да. Вы знаете? Слава Богу, что были там. Не беспокойтесь. Слава Богу, что я там бываю практически каждую неделю во всех детских садах. Вы знаете, что на сегодняшний день, вот конкретно в этом детском саду, люди не получают зарплату уже два месяца. Ну что вы говорите? И, кстати говоря, по Кантемирскому району 11 учебных заведений, которые там задолжены по зарплате. Вот как это понять? Ну как это понять? Вы говорите, пенсию подняли. Но вы сначала увеличили пенсионный возраст. Уменьшили количество пенсионеров за счет этого. Где мы увеличили? Не-не, постойте. За счет этого уменьшили количество пенсионеров. За что? За два месяца? Нет, причем за два месяца. Люди, которые должны были выйти на пенсию в течение этого периода времени, с июля прошлого года, они не вышли на пенсию. Ну, конечно. Что, как, конечно? Они же не могут за полгода достичь пенсионного возраста, планку которого вы подняли. Вот в чем, вот какими, такими, знаете, ну не хочу приводить пример. Была такая игра, знаете, там передвигали шарики. Вот. Поэтому здесь надо, я согласен с одним только, Берегович. И в этом смысле я не могу не согласиться с вами, что решать социальные вопросы надо. И пенсию надо давно было повысить, и заработную плату давно надо было поднять. Потому что сегодня, если говорить о доходе валового продукта на душу населения, Молдове ниже, чем на африканском континенте. В начале года мы подняли пенсию всем пенсионерам, которые вышли в 2001-2009 году. Почему? Потому что это была славная эпоха, славный период правления партии, из которой вы вышли. А что делать с теми, которые вышли в 1999 году? А какие были рапорты, славные, что мы это самое, что мы осчастливили людей. И мы вынуждены были платить разницу, потому что эти люди, которые вышли на пенсию с 2001-2009, оказалось, что они имели самую маленькую пенсию. Вот спросите у людей, довольны ли они той рекомпенсацией, которую получают? Уровень жизни сам по себе хорошо. Они говорят, раньше было 2 раза в год по 20%, а сейчас 1 раз в год 3% это что? И последний вопрос, времени уже совсем мало. Вот уходит в историю этот парламент. Вот как вы считаете, доверие к парламентаризму, этот парламент способствовал росту доверия к парламентаризму? Дмитрий Георгиевич. Ну как будет способствовать, если вот так все ходят и работают в парламенте, вот, выходят из парламента, и они еще и смеют быть оппозитными. Ну вообще, безобразие просто. Как, что не нравится, так они покидают, вместо того, чтобы сидеть и спорить, и предлагать, так сказать, они делают вид обиженных и уходят на 2 дня, так сказать, и гуляют где-то, попало, непонятно. Я поняла, кто виноват. Парламент является отражением общества. Это написано во всех учебниках. Понимаете? Люди голосуют и делегируют. И одну партию, и вторую, и третью. Конечно, конечно, нужно сделать все для того, чтобы мы договорились и определили политический курс Республики Молдова и не дергали нашу страну туда-сюда. А спорили по ценностным каким-то... Так вы спросите людей, вам же предлагают референдум. Вы спросите у людей и забывайте вопрос. А мы спрашиваем людей, а что думаете, вы только вы спрашиваете людей? Нет, я имею в виду по поводу направления. Вот Владимир Иванович от оппозиции ходил по детским садам. Чем он занимался там в детских садах? Агитацией, что ли? У них же нет ни бюджета, ни это, ни то, ни сё. А тем не менее, люди там принимали нас. Потому что они с надеждой, что мы что-то изменим. Я говорю, что правильно вы делаете, что... Но вы их заводите, заводите. А что, у вас есть бюджет? Вот. Понимаете? Я поняла. Поэтому мы ходим и решаем конкретные вопросы. То есть вы не должны ходить. Помогаем, ремонтируем, выстраиваем. Я всего лишь одну маленькую гмарку, и я понимаю, что на этом... Совсем времени уже нет. Совсем коротко. У нас совсем не времени нет. Нет, нет. Парламент действительно... Сейчас прошу. Давайте сначала. Парламент должен действительно быть отражением, зеркалом общества. Но в данном случае это исключение. Потому что парламент, хотя не исключение, а отражает реальность, которая была отмечена, опять же, европейцами. Молдова является захваченным государством. И парламент сегодня тоже отражает эту ситуацию. Точка. Да, да. Спасибо. Вот вы делаете рекламу парламента, а хотите прийти правящим большинством и работать на этом парламенте. Давайте скажу то, что с чем-нибудь не будете спорить. Не надо путать мебель с кадрами. Вот что, действительно, мне кажется, всем скоро станет все ясно, кто прав. Потому что будут выборы... Дмитрий Георгиевич, люди оценят. Довольны, они недовольны тем, что сделали. Вот тогда мы сможем, наверное, детально уже узнать, кто из вас прав, а кто не очень. Благодарю вас за участие, за жаркие споры. Спасибо. Приходите к нам еще. Всегда рады. Спасибо. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин